Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сегодня у нас «Археология Форбса» с журналом «Форбс» и у нас сегодня соведущий и заместитель главного редактора журнала «Форбс» Николай Мазурин. Добрый вечер. Ну и не могу не откомментировать погоду. Конечно, разговор о погоде всегда такой хорошая-хорошая затравка. Вот видите, почки. Травка распустится на этой неделе. Но должен вам заметить, уважаемые дамы и господа, что есть места, где травка уже распустилась давно. Я вот был на прошлой неделе в Восточном Средиземноморье, как раз о котором мы сегодня будем говорить. И должен сказать, что там цветут апельсиновые сады, пахнет мимозой, стоят целые леса мимозой. И, в общем, все прекрасно. Но, я думаю, мы доживем до прекрасной жизни на майских праздниках в Москве. Так что, вдохновившись вот этими весенними новостями, собственно, откроем наш разговор. У нас сегодня гость экономический обозреватель журнала «Форбс» Борис Грозовский. Добрый вечер, Борис. И поговорим мы о том, что случилось с российскими деньгами на Кипре и какие, собственно говоря, нам из этого извлечь уроки. Борис, вот у вас вышла статья в «Форбсе», что случилось на Кипре с кризисом кудоумия. Это что, можно сказать, что это была какая-то комедия ошибок, наслоившихся одна друг на другую, или это была некая закономерность, вот то, что произошло месяц назад? Мне кажется, что комедия ошибок. Потому что Кипр вырастил гигантскую банковскую систему, в шесть раз больше ее экономики. Кипрская экономика, там, конечно, Эдем, цветущие апельсины и так далее, но люди-то находятся в таком полурасслабленном состоянии. И, как выяснилось, это касается не только обычных граждан, но и регуляторов тоже. Регуляторы, видимо, разморены жарой и необходимые действия принимают только в последний момент, когда уже совсем петух клюнул. Кипрские банки выросли до размера в шесть раз больше национальной экономики. У них, как и у массы других банков мира, возникла трудная ситуация из-за того, что подешевела недвижимость. Но при этом Кипр, как член Еврозоны, никак не мог своим банкам помочь самостоятельно. И они оказались в общем недвижимость с кучей плохих кредитов. Куча плохих кредитов, да, из-за того, что жилье на Кипре подешевело, как и во всей Европе. Хотя там оно подешевело меньше, всего-то на 16%. Это не Латвия, где цены обвалились в два раза. Но у них, правда, еще были, тоже вот это, конечно, кризис кудаумия. Совершенно непонятно, как они, куда как бы смотрел регулятор, когда ведущие кипрские банки в 2011 году на все свободные деньги скупали греческие облигации. Уже все было про Грессию, понятно. Ее пытались вытащить Евросоюз и МВФ. А кипрские банки активно покупали греческие банды. Плюс, как я понимаю, кризис, собственно, самих вкладчиков в кипрские банки, которые, собственно, получали все звонки на протяжении последнего года, но никак на них не реагировали. То есть наши вкладчики, грубо говоря, наши службы специальные, никак, собственно, не отследили этот момент. Ну, в общем-то, да. Там интересно, что в кипрских банках были ведь не только наши деньги. Наших денег там было порядка 30 миллиардов евро. Вряд ли больше, скорее всего, что это порядка 25-30 миллиардов евро. А у кипрских банков, в силу того, что там инфляция выше, чем, например, в Германии, в Голландии и так далее, были очень высокие по европейским меркам ставки. 4,5 примерно процента. 4,4, 4,6. Это как бы для россиян мало, да. А для немцев, британцев и так далее, это сумасшедший годовой процент. Соответственно, когда Кипр вошел в Евросоюз, а в Евросоюзе гарантированы вклады размером до 100 тысяч евро. До 100 тысяч. Да. А потихонечку европейцы как бы стали подтягиваться к этим сумасшедшим 4,5 процентам. И там выросли деньги граждан Евросоюза, то есть заведомо не наши. Но вот граждане Евросоюза оказались немножко бдительнее, чем мы. То есть за полгода перед кризисом они сняли там, я не помню сейчас точно, порядка четверти средств. Может быть около 20 процентов средств, которые у них там были. То есть они вот эти звоночки почему-то услышали, то что Кипр обращался за помощью еще летом прошлого года. Они понимали, что у кипрского правительства нет денег на докапитализацию банков. Просто у банков, когда образуются плохие кредиты, им нужно увеличить собственный капитал. Это можно сделать, либо продав банк кому-то, либо взяв эти деньги у правительства или у национального банка. Но поскольку Кипр член еврозоны, банк Кипр не может сам печатать евро. Ну да, им евро самолетами из Франкфурта везут. Как раз 5 миллиардов подогнали Боингом. Ну тут можно еще отметить, что гражданам Кипра, равно как и нашим гражданам, в общем, особо некуда было оттуда деньги переводить. Если европейцы, те же немцы, англичане могут перевезти деньги в европейские банки, свободные ли в швейцарские, то нашим держателям счетов, скажем так, в Кипре, сделать это намного сложнее. Просто потому что открыть счет и держать деньги на Кипре для резидентов России намного проще, чем открыть счет и держать деньги в швейцарском банке. Ну, кстати, теперь же по новым законам Центробанка это будет вообще очень сложно сделать. Нужно же эти счета и все переводы по новому, как я понимаю, законодательству декларировать. Ну, сейчас речь идет прежде всего о чиновниках, которые должны декларировать недвижимость и счета. Что касается обычных граждан, то порядок довольно либеральный, а сейчас действует уведомительный порядок. Уведомительный, по-моему, меняли где-то недели три назад. Прошла новая... По-моему, с первого июля начинается, что любой перевод денег за рубеж должен проходить специальную проверку. Мне просто кажется, что это еще не одобренная инициатива, это пока только обсуждали. Но да, было такое предложение, что любой доход, который гражданин России получает на счет в иностранном банке, должен обязательно проводиться через российский банк. Да-да-да, вот это вот. И это, кстати, если эта норма будет проведена, то она очень сильно ударит по тем, кто остался. Конечно. Конечно. Ну и это вообще очень странно для ситуации, когда, например, гражданин России живет, допустим, в Америке, выполняет какую-то работу, допустим, получает гонорар, да, или еще что-то. И получается, прежде чем распоряжаться этим доходом, он должен его прокрутить по цепочке. Да, да. Через наши банки, и, соответственно, все межбанковские, заплатив комиссии за перевод. Но, в общем, суммируя то, что вы сказали, Борис, значит, это все-таки была более-менее такая случайность, не была закономерность, связанная с общим кризисом, там, я не знаю, южноевропейских экономик, которые не оправились после кризиса 2008 года. Ну как случайность? Когда вот банки вырастают до такого гигантского размера, мы видим, что просто эти системы ужасно становятся неустойчивы. Исландия. Достаточно мельче, ну да, малейшего толчка внешнего. Конечно. Помните Исландию, да? Точно так же, как россияне любили держать деньги на Кипре, или, вернее, правильнее сказать, не держать деньги на Кипре, а, скорее, проводить деньги через Кипр. А британцы любили держать деньги в исландских банках, да? Кончилось все это очень плохо. Николай, вы, кстати, вспоминали, мы говорим о той искре, которая, да, положила начало кипрскому кризису. Тут, кстати, всплыла вот эта вот давняя история с нашим торговцами оружием российским, да? Да, но это не то, что искра, но, наверное, как-то дровишек в топку подкинуло. История довольно простая. Да, она случилась еще в самом начале 2009 года. Значит, судно под флагом Кипра, зафрактованное Ираном, шло из Ирана в Сирию. Российское, заметим, Манчегорск. Судно называлось Манчегорск, да. А вот, а совсем не Лимассол. А в Красном море его задержал американский военный корабль, который дежурил в этом регионе в рамках борьбы с пирастом в Адонском заливе. Судно досмотрели, оказалось, что оно забито оружием. После этого судно припроводили в порт Лимассола. То есть, по всей видимости, из-за раны для Хамаса. Да, по всей видимости, из-за раны для Хамаса. Совершенно верно. Шло оно в Сирию. Судно припроводили в порт Лимассола, начали разбираться. Оружие сгрузили, судно отпустили. Что делать, непонятно. Киприоты не хотели никого обижать. Ни американцев, ни Россию, ни Иран, Сирию. Значит, ситуация была подвешенная. В итоге эти боеприпасы перевезли на военно-морскую базу Кипра, где они лежали. А через два с половиной года, летом 2011 года, в результате неправильного хранения, под действием жары, кипрское солнце средиземноморского, все это рвануло. Причем не просто рвануло. Погибло 13 человек, в том числе главков, главнокомандующими военно-морскими силами Кипра. И при взрыве очень сильно пострадала электростанция кипрская, которая снабжала электричеством чуть ли не весь остров. А на восстановление этой электростанции потребовался миллиард долларов. В общем, пока киприоты думали, что делать, при том, что, собственно, весь ВВП сейчас составляет 18 миллиардов. Тогда было того меньше. Ну, немного, но тем не менее 17. В общем, в итоге обратились к России, и Россия предоставила через полгода, в декабре 2011 года, кредит Кипру на 2,5 миллиарда долларов, собственно, о котором в том числе и шла речь во время переговоров киприотов с нашими финансовыми властями, когда они сюда приезжали. А вот относительно денег российских, которые пропали или зависли на Кипре, как я понимаю, были спасены деньги, имеющие отношение к нашим крупным системным банкам, к ВТБ, к дочке ВТБ и так далее. То есть попали, грубо говоря, российские средние бизнесмены, средние вкладчики, которые были в двух плохих кипрских банках. Ну да, попали клиенты Лайки Банка и Бэнк оф Сайпрос. Причем одни лишились где-то 30-40, а вторые аж 50%. Или даже больше. Или даже больше, да. То есть там, если первоначальный план так называемой стрижки депозитов предполагал, что будет заморожено там от 10 до 50% средств... От 10 до 15. До 15, да. Да, до 15, но там еще, правда, от суммы вклада это все зависит. Да, да, да. Но во всех банках, то, собственно, тот способ санации банковской системы, который был в итоге проведен, он подразумевает срезание депозитов в этих двух банках, но очень сильно. А, например, в русском коммерческом банке, это дочерний банк ВТБ, или там в дочернем промсвязь банке, в общем, те, кто там держит деньги, они могут за них не бояться, с ними ничего не произойдет. Другое дело, что, наверное, это тоже правильно, так как банки эти вполне живые и здоровые, и, в общем, непонятно, зачем подвергать реструктуризацию эти банки. Русский коммерческий банк, я не знаю, он публикует свой баланс? То есть можем мы посмотреть, в каком он состоянии? Нет, так как он входит в группу ВТБ, это консолидированная отчетность, и, в общем, что там творится непосредственно. Непонятно. То же самое с дочерним банком Альфы у них же тоже есть. Ну, в общем, смотрите, но при этом, значит, если из 30 российских миллиардов сколько вот реально было снято? Можно оценить тех, которые пропали деньги в лайки банки и в Bank of Cyprus? Но пропадет точно не меньше половины. То есть около 15 миллиардов. Вообще есть в России российские вкладчики, российская банковская система сталкивалась с конфискацией подобного масштаба? Это же вот эти, если так всерьез подумать, вот у нас, у нас про их там, надеюсь, нету денег. Вот слушает нас человек, который сейчас, может быть, попал там, я не знаю, на миллион евро. Вообще мы сталкивались когда-нибудь? Ну как, у нас была история с вкладами в Сбербанк в 91-м году? Ну, 91-й год, я имею в виду, вот уже в более ближней, в новейшей истории России. После этого, наверное... Ну, в 98-м году, когда был дефолт 98-го года, тогда обесценились. Обесценивание, но не было конфискации вкладов. Конечно, конечно. Фактически, то есть... Как таковой конфискации не было, но другое дело, что пропали сбережения в тех банках, которые в результате кризиса приказали... Ну, они, да, по факту пропали, но тут как бы таким административным, комиссарским порядком просто у людей отняты деньги. В этом смысле это такая новая, некая инновация мировой банковской системы. С одной стороны, конечно, административный порядок, а с другой стороны, они просто посмотрели, насколько велика в этих банках дыра. И, в принципе, ведь можно понять Меркель и немецких политиков, когда они говорили, а зачем мы будем спасать за счет денег немецких налогоплательщиков банки, в которых половину депозитов составляют русские деньги. Ну, за тем, что они подписались, собственно, это некая солидарность зоны евро. Ну, вот, видимо, это уже выходило за рамки их солидарности. Но я вот даже хотел вот что сказать. На самом деле, мне кажется, что главная для нас проблема в связи с Кипром, это не то, что пропали там эти 15 миллиардов или 10. Кипр служил до сих пор мощным каналом, по которому деньги как выводились из российской экономики в Европу, Америку, там, другие юрисдикции, так и каналом, по которому они шли в страну. Допустим, если вполне себе легально работающая компания, не занимающаяся каким-то, так сказать, наглым уклонением от налогов, а-ля «Газпром», берет, допустим, синдетированный кредит в Европе или выпускает еврооблигации, скорее всего, еврооблигации будут выпускаться на голландскую дочку, а деньги в Россию будут идти через кипровскую дочку. То есть Кипр — это не место хранения российских денег, а это канал, по которому они как попадали в Россию в случае займов, кредитов, выпуска еврооблигаций и так далее, так и покидали. — Ну вот не дали, как сегодня или вчера, я точно не вспомню сейчас, были сообщения о том, что на Кипре попал автоваз на 20 миллионов долларов. По одной простой причине — они продавали автомобили за границу, и, собственно, все операции проводили расчеты через кипрскую дочку, деньги которой зависли в лайке банки 20 миллионов долларов. — Ну да, нет, ну вообще мы это обсуждаем, вот сейчас мы идем на перерыв, но после перерыва хотелось бы немножко поговорить, я не знаю, с точки зрения защиты прав собственности, как, я не знаю, в дальнейшем вкладчики должны к этому относиться, и тем более, что нам комиссары Евросоюза говорят, что вот какой хороший механизм мы сделали, и как себя российские вкладчики должны чувствовать, которые там в Испанию где-нибудь сейчас складываются, в Италию, в итальянские банки. Это все, по-моему, очень такие большие вопросы, которые нам нужно обсудить, но сделаем это после перерыва. — И снова добрый вечер, продолжаем программу археологии. Такая у нас интересная новая одежда, такая, так сказать, как это, Пингфлой мне напоминает вот эта вот музыка, как это, с «Маней» песней. Говорим мы, да, говорим мы, кстати, действительно «Маней», о российских деньгах, пропавших и зависших на Кипре, о кипрском банковском кризисе, о том, как он ударил по России, и какие, собственно, уроки для мировой банковской системы. Вот я все-таки на этом хочу остановиться и понять, это, так сказать, «one-off» было то, что называется, то есть одноразово так сделали, или мы сталкиваемся с некой новой политикой крупных мировых институций, в данном случае Евросоюза, кипрских банков, которые могут быть применены и в других случаях, вот, скажем, я не знаю. Вот смотрите, если Германия не хочет каких-то там непонятных финансировать, никаких-то непонятных российских вкладчиков. Россия немножко поторговалась, покочевряжилась, но ничего, в общем. Этот промсвязь банка и дочку ВТБ спасли, а остальные пустили под нож, 15 миллиардов долларов. У людей, может, бизнесы пропали, там вот «АвтоВАЗ», положим, справиться, да, с государственными кредитами. А есть люди, которые без государственных гарантий. И вот я пытаюсь понять, в какой степени это является тревожным звонком для вообще, для россиян, в смысле гарантии прав собственности, гарантии банковских вкладов. Вы знаете, вот даже хочу наших слушателей спросить, телефон 651099,6, звоните нам и скажите, вот как вы считаете, после кипрского кризиса, чувствуете ли вы, что ваши банковские депозиты, будь то в России или, скажем, если у вас на Западе есть какие-то счета, находятся под угрозой. То есть под угрозой такой вот конфискации в случае форс-мажорных обстоятельств. 651099,6. Борис, ну вот как вы скажете, это что, некая модель закладывается? Видимо, видимо, да. В том плане, что денежные власти Европы, как бы, говорят, что они не готовы всех спасать. До сих пор спасали почти всех. Вот американский кризис 2008 года. Далее обанкротится Лимон Бразерс. Далее обанкротится БР Стернс. Всех остальных, в общем-то, спасли. Но там еще пара мелких игроков слились с другими. В Европе вообще за весь кризис, который там, в общем-то, был более тяжелым, чем даже в Америке, не было ни одного крупного банковского банкротства. То есть Европейский Центробанк всех-всех-всех спасал. Источник средств, за счет которых ЕЦБ может спасать, это примерно на 40% Германии. То есть вклад Германии гигантский. Ну и вот теперь немцы, которые, в общем-то, умеют считать приход и расход, как бы намекают, что если в аналогичную ситуацию попадут, видимо, испанские, итальянские и так далее банки, то они уже не готовы помогать. Но я бы все-таки не называл это каким-то административным. Конечно, очень странно, что эти банки не проходят через нормальную процедуру банкротства. Ну да. И попытку продать те активы, которые там есть. Но, видимо, если процедура была бы нормальной, примерно столько бы там вкладчики получили. 65, 10, 99 и 6. Позвоните нам и скажите, после кипрского банковского кризиса, обосаетесь ли вы за свои банковские вклады? Андрей на линии. Алло. Да, Андрей, добрый вечер. Вот ваши уважаемые собеседники упомянули, что кипрская, ну, собственно, банковская или шире финансовая система, она там в разы превышала, собственно, ВВП. А разве современная мировая система не такой же имеет, собственно говоря, не такой же вид? Так ее, разумеется, будут резать всеми способами. Потому что, понятное дело, чтобы получить вот эти квадриллионы долларов в деривативах, во всяких и так далее, финансовых инструментов, которые, собственно говоря, уже не имеют никакой ценности. Но они ведь являются чьими-то долгами, чьими-то активами. Да, да, как греческие долги, которые киприоты купили. Да, Кипр это была, ну, все говорят, ну, точнее, многие говорят, что это была репетиция или, скажем так, учения такие приближенные к бою. А основные события, конечно, ждут впереди. Спасибо. Потому что Кипр это слишком микроскопическая, конечно, величина, но суть-то она отражает, в общем, то, что... Модель некая отработана. Вы знаете, да, спасибо, Андрей, да, нисколько не смущаясь, вот, по-моему, голландский министр финансов сказал, что да, мы опробовали некую модель, и она очень успешно сработала, вот, и мы будем по ней работать дальше. Ну, он потом все-таки был вынужден извиниться после того, как все его засмеяли, все деловые СМИ на следующее утро вышли с кликатурами и так далее. Засмеяли-то засмеяли, но, вы знаете, вот Андрей озвучил, по-моему, такой очень, действительно, здравый страх, здравые опасения. Еще раз нам позвоните и скажите 65-10-99-6, опасаетесь ли вы после кипрского кризиса, фактически после банковской конфискации вкладов на Кипре, за свои вклады, банковские вклады, будь то в России или на Западе? Потому что, вот я помню, в те дни писал Financial Times, такой небезызвестный, Мартин Вулф, он написал, что, а что вы думали, что вы хотели? Банки — это не банковские хранилища, вкладчик несет все риски, и это вот как вы думали, а это как вы, инвестор, вы вложились, вы несете риски. Андрей прав, мне кажется, в том, что во многом нынешние деньги как бы имеют немножко виртуальную природу, то есть происходит же такое умножение денег. Вот мы как бы положили 100 тысяч рублей в банк, и мы считаем, что они у нас есть. Банк эти 100 тысяч рублей выдал в качестве кредита, заемщик купил на эти 100 тысяч рублей, допустим, жилье, ну то есть что-то купил, потребительский кредит. Как бы вот эти деньги размножились, да, они есть и у меня, который положил деньги в банк, и у того, кому банк выдал. А в случае деливативов, да, вот эта вот мультипликация, она происходит не в два раза, а в шесть-шесть. Она вообще происходит по экспоненте, потому что банк выпустил под этот кредит облигации, причем несколькими траншами, там один хороший транш, другой плохой, третий не очень плохой. Если речь идет, то бы не об одном кредите, а об ипотечном портфеле. И продал эти облигации. Дальше на эти облигации выпустили еще ценные бумаги, деривативы и так далее. То есть получается некая пирамида вот этих вот суррогатных денег, причем все, кто держит эти бумаги, искренне считают, что они владеют каким-то активом, который можно продать на рынке и получить за него кэш. В любую минуту, как только захочется. Но в один прекрасный момент, как это было в 2008 году, когда рынок рушится, то все понимают, что вот многочисленные эти балансовые бумаги, они в общем ничего не стоят, просто потому что их нельзя продать. За них никто не дает ни копейки, ни центов. Так что вкладывайте, товарищи, в реальные ценности. А именно. — Золото, на самом деле, тоже очень сильно подешевело, то есть оно подешевело, наверное, на четверть уже с максимума 2011 года, поэтому я бы не давал таких однозначных советов прямо сейчас. — Ну то есть вообще нету таких safe harbor, да, ни недвижимость, ни золото, какие, собственно, ни акции Газпрома, как выясняется. — Да, храните деньги в банке, я банку дома. — Где, собственно, хранить деньги? — 65, 10, 99, 6. После кипрского кризиса опасаетесь ли вы за банковские вклады? Стала ли менее безопасна система страховки и гарантий банковских вкладов? — 65, 10, 99, 6. Ну а мы давайте вот еще что поговорим. Собственно, это может быть начало действительно то, что говорит Андрей некой большой цепочки. Вот смотрите, сейчас уже о Словении заговорили. Там проблемы могут быть. Мы уж не говорим о наших прибалтийских соседях. — Европа очень боится за Латвию, потому что, конечно же, латвийские банки первым делом сказали, а вот теперь идите к нам, идите к нам. — Русским, да-да-да, мы как раз, да. — На Кипре плохо, идите теперь к нам. Официальные лица это всячески опровергают, потому что сразу же Брюссель задал, как бы, ринге несколько неприятных вопросов. Но, видимо, Латвия — это самый такой удобный, близкий для нас, типа, канал после смерти Кипр. — Ну да, именно в качестве некого клирингового центра, да, для расчетов очень удобного. 65, 10, 99,6. Переживаем ли мы кризис вообще всей системы банковских вкладов, о чем нам сигнализирует кипрский кризис? — Николай на линии. — Здравствуйте. — Добрый вечер. — Да, ну вот я бы хотел рассказать, как я вижу эту ситуацию, поскольку немножко имею отношение к Кипру. Вы знаете, вот кипрские банки очень неплохо жили последние годы. Они сидели на больших финансовых потоках, в том числе из России, продавали недвижимость русским и, в общем-то, зарабатывали неплохо. Но то, что произошло, я вот считаю лично, это, ну, полностью, как бы, их вина, потому что они, непонятно по каким причинам, ну, скорее больше по политическим, они покупали греческие облигации. Причем покупали их уже, начиная там с момента, когда пошел кризис, когда стало ясно, что ничего там хорошего не будет, они, тем не менее, продолжали их покупать. Мы, в общем-то, и получили в результате то, что получили, надеясь, что их просто спасут. — Ну да, да. — Вот нельзя с ним быть вины, с киприотов, с их банков, и когда я сейчас слышу, как они кричат, что во всем виноват Евросоюз, ну, я не вполне с этим согласен. — Ну да, да. — Надо было и своей головой, как бы, немножко думать. — Понятно. — Евросоюз, естественно, это все использовал. — Как инструмент санации некой, да, вот этой системы, в том числе снять пузырь, вот этот раздотый российскими деньгами. — Это не особая ситуация в этом плане. — Ясно, Николай. Спасибо, спасибо. 65, 10, 99, 6. Виктор на линии. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Алло. Вы знаете, один умный человек сказал, что не решив общих проблем, мы все время будем натыкаться на частности. И вот при обсуждении частной, так сказать, проблемы Кипра, значит, что я хочу сказать об общей проблеме. Значит, ну, другой очень умный человек, Маркс, в общем-то, так, что он сказал, что кризис — это нормальное состояние экономики, ну, скажем так, рыночной, да, и означает, что кризис просто — это специфический способ приведения пропорций в нормальное состояние, так, да? То есть кризисы, надо к ним относиться к кризисам как к нормальному явлению. И самое неприятное в системе кризисов — это то, что вот интересы частных лиц, конечно, в конце концов, они входят в противоречию общей системе капиталистических пропорций. В результате вот эта вот, как вы говорите, накачка денег, она действительно превышает все разумные пределы, так сказать, отдельные лица пытаются накачать. И, так сказать, через третье, четвертое, так сказать, финансовые инструменты, в результате получается, так, в конце концов, пузырь, который лопается. Вот, но я к чему хочу сказать, что хочу сказать. Так вы считаете, произошло, Виктор, какое-то оздоровление в результате? Нет, ну, это естественно. Это естественно. То есть, ну, собственно, здесь уж после Маркса, так сказать, тут ничего страшного-то не происходит. Другое дело, что сейчас, ну, почему, если, ну, смотрите, вот со временем Марка что произошло? Если этот процесс влиял, там, скажем, на Европу, Америку, да, то есть, ну, отдельные регионы мира, то сейчас, поскольку глобальный экономик, ну, вообще мир глобализуется, соответственно, и кризис, он принимает глобальный характер. Но глобальным кризисом, естественно, еще, скажем, человечество не привыкло и не научилось, так сказать, оккупировать, оккупировать вот это страшное вселенское. Хорошо, Виктор, спасибо, спасибо. Ну, да, как третий умный человек назвал капитализм творческим разрушением, да, creative destruction, вот, собственно, у нас тут и был вот этот случай творческого разрушения. Да, то есть, наверное, действительно было, так сказать, достаточно, за счет средних вкладчиков было достаточно уместно срезан, оккупирован вот этот вот пузырь. Конечно, Кипр еще, ведь, как бы попал под горячую руку борьбы с офшорами, штаты потихоньку, потихоньку подступались к этой борьбе, там, на протяжении 10 лет, там гигантское количество людей не довольны тем, что многие, так сказать, миллиардеры, миллионеры, мультимиллионеры минимизируют, минимизируют налоги американские, будучи там, при этом, резидентами, или не обязательно даже будучи резидентами. Какие-нибудь Виргинских островов и прочее, 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 Каймановых островов. А что, кстати, вообще нас в этом отношении ждет, в отношении диавшоризации? Что, постепенный тренд на выдавливание? По-моему, да. Николай, как ты считаешь? Ну, о чем речь? Если речь о России, вот о том, что говорил Медведев, создать офшор на острове Руссии, то это все, конечно, анекдоты. Естественно, тут не будет никаких офшоров. Если говорить о глобальной какой-то тенденции, то да, борьба это заметна, но я не думаю, что она приведет к каким-то существенным результатам. Ну, просто потому что очень много людей, сильных мира всего, не заинтересовано в том, чтобы происходила диавшоризация глобальной мировой экономики. Более того, сама офшорная экономика — это огромная часть глобальной экономики. Но Кипр сам по себе уже, видимо, потеряет статус офшора. Да он, собственно говоря, как таковым офшором и не был. Он уже и сейчас не является офшором. То есть в классическом понимании офшор — это место, где соблюдаются два условия. Первое — это нулевой налог, и второе — это скрытые конечные собственники. Так вот, в Кипре давно уже не нулевой налог, он просто маленький налог, допустим, на дивиденды, на операции с ценными бумагами. 5-10%, по-моему, да. Был 5%, потом повысили. А если говорить о раскрытии конечных собственников, ну да, формально Кипр раскрывает, но, как правило, собственниками кипрских компаний являются компании с BVI или с Каймановых островов. Ну да, и там уже на этом нити кончаются. А они уже, конечно, бендицаров не раскрывают. Ну да, правильнее назвать Кипр, конечно, не офшором, а некой низконалоговой юрисдикцией, достаточно удобной для расчетов. Ну, кстати, я сталкивался с таким мнением, что все равно, собственно, те, кто даже очень сильно пощипан, на Кипре все равно остаются, потому что лучше Кипра может быть только прежний Кипр. Лучше Кипра ничего еще не придумали. То есть альтернатив ему нет в этом отношении для многих российских компаний. В Кипре же было хорошо как бы не только это, там очень удачно гармонизировано местное законодательство с британским, и регистрируя компанию в Кипре, ты практически автоматически подпадаешь под лондонский арбитраж и так далее, и так далее. А это все-таки самая лучшая система урегулирования споров, какая есть в мире. И, собственно говоря, наши как бы деньги, да, они не могут оставаться в России, пока здесь настолько гадкий, так сказать, деловой климат, да. Они так или иначе будут искать какую-то лазейку, как бы выбраться куда-нибудь там, да, на Лазурный Белик, Волиде или еще куда-то. Ну вот, да, ну вот об этом, собственно, о том, что политически еще означал Кипрский кризис для России, поговорим после нашего перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня, как всегда, по понедельникам журналам «Форбс» и мой соведущий замглавного редактора «Форбс» Николай Мазурин. И сегодня у нас в гостях экономический обозреватель «Форбс» Борис Грозовский. Говорим мы об уроках Кипрского кризиса. Говорили мы много об экономике, о финансах. Давайте сейчас посмотрим на это с политической точки зрения. И смотрите, мне кажется, что это было таким достаточно чувствительным щелчком по носу России. Собственно говоря, с Россией никак не посоветовались, России ничего не позволено было сделать. Евротройка приняла решение, касающееся российских вкладчиков. То есть российский суверенитет, грубо говоря, здесь пострадал. Мы так, собственно, сейчас кричим о защите суверенитета, в том числе Бута, например, Ирошенко, защищаем суверенитет. А вот суверенитет наших вкладчиков никак не могли защитить. Я думаю, что даже воспринято это было примерно как второй удар после списка Магнитского. Как бы такой хук слева, хук справа. Мне тоже так кажется. Собственно, и переговоры Путину с Меркель, мне кажется, тоже были оморчены вот этим всем фактом. То, что Германия спокойно оттопталась на Россию. Причем, насколько я понимаю, Путину не понравилось даже не то, что оттопталось, а то, что Путина и Россию поставили перед фактом. То есть, в общем, поступили так не по-джентльменски, ну или не по-пацански. То есть, если есть проблемы, то давайте вместе их решать. С одной стороны, немцы не хотят спасать банки, где лежат русские деньги. С другой стороны, Кипр — это часть ЕС, они в зоне евро. Ну, в общем, можно было бы как-то решать проблемы согласованно. Но не посоветовались, щелкнули по носу. Да, именно сам факт того, что не посоветовались, а не того, что порезали деньги. А у нас не было возможности спасти? Вообще, чисто теоретически. Ведь шли разговоры вроде как Прохоров хотел, хотели купить эти два банка, дать им ликвидности. Ну, если говорить о финансовых возможностях, то они, безусловно, были. Такие возможности были, как у, ну, допустим, того же Газпрома. Ведь шли же переговоры о шельфе. И о том, что Газпромбанк может выкупить лайки. Были какие-то разговоры, и Прохоров хотел помочь. Ну, в общем, денег России, я думаю, даже любого человека из первой двадцатки списка Форбс хватило бы, чтобы купить Кипр вообще целиком. Ну да, на корню, как в свое время с Исландией произошло. А вообще с Исландией похожая ситуация была? Как-то ведь называют Кипр, Исландия, та же самая Исландия, остров, но без селедки. Без рыбы, без рыбы, да. Похоже, но только в Исландии больше, еще больше, еще крупнее по масштабу банки были. Все-таки здесь российские клиенты, а там британские. Ну да. Ну вот опять-таки, говоря о возможных потерях для России, в том числе с точки зрения внутренней политики. Ведь действительно, это все ставится в некий контекст обострения наших отношений с Западом, потому что и мифом оказываются особые отношения между Германией и Россией. По большому счету дискредитируется весь этот вашингтонский консенсус в связи с кипрским кризисом. И я думаю, что Кремль в этом отношении тем более будет отходить от каких-то либеральных догм и, так сказать, больше изоляционизма, протекционизма, ожесточения отношений с Западом, курс на изоляцию. Как вы считаете? Вот это самое неприятное, конечно. Как бы Европа начинает немножечко бояться русских денег. Как же так, там спрашивает финское телевидение. Российский чиновник-коррупционер, который наворовал денег здесь, через Кипрский банк или через Латвийский банк выводит награбленное здесь в Европу. И устанавливает рекорд по покупке недвижимости где-нибудь на Лазурном Белегу или в Испании. Их начинает как бы это беспокоить, раздражать и так далее. То есть, с одной стороны, Европа находится в очень тяжелой экономической и финансовой ситуации, и им нужны любые деньги. С другой стороны, они вот как-то начинают проявлять некоторую разборчивость. Получается, что не все деньги нужны. И тут, конечно, очень много опасений. Помните, вот человек, который в России очень хорошо известен, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Збигнев-Бжезинский, на каких-то полувоенных переговорах сказал, что зачем вы атомные ракеты-то нацеливаете? Вы же никогда не удалите по городам, где учатся ваши дети, по городам, где хранятся ваши капиталы. Теперь, через пару-тройку лет, может быть, через пять лет, мы можем столкнуться с ситуацией, когда капиталов российских чиновников на Западе почти не будет. И дети их будут учиться не в лондонских колледжах, а вот даже не знаю где. Что может заменить лондонские колледжи? Ну, конечно, высшая школа экономики. Но в этой ситуации, я думаю, что, так сказать, и в высшей школе экономики будут свои проблемы, если будет такой, так сказать, как и у многих других, собственно, заведений высшего образования. Вы знаете, да, вот мы здесь выходим на такую очень опасную и скользкую тему. Давайте попробуем нарисовать эту картину маслом и в том числе спросить наших слушателей, насколько вы опасаетесь вот такого вот поворота событий, того, что в России будет принят курс на изоляцию от Запада, да, того, что у нас, в конце концов, а почему бы там через пару лет не представить, что будут введены выездные визы? Еще, да, мы все, не знаю, как вы, коллеги, я помню прекрасно, как получал выездную визу на свои первые загранпаспорта. Вот, так что в этом смысле 65, 10, 99 и 6, в этом смысле скажите нам, боитесь ли вы ограничений на связь России с внешним миром? То есть на то, что можно будет там счета держать, то, что можно будет недвижимость на Западе иметь. Насколько велика эта угроза? Я вот опасаюсь, что Европа и Штаты, когда они начинают понемножечку отторгать российские деньги, в частности, деньги российских чиновников, они сами не до конца понимают, к чему это может привести, они как бы думают, что это окажет некое воспитательное воздействие. Но вот, допустим, Лукашенко, да, и его, так сказать, Свити уже много лет запрещен въезд в Европу. Оказало это воспитательное воздействие на Лукашенко? Ничуть. Ну да, вот такая вот лукашенизация, она вполне возможна, потому что Россия идет, по-моему, с нескольколетним таким лагом отставанием от Белоруссии в своей внутренней политике. Вот, и, собственно, почему бы Европе свою политику по отношению к России тоже не перенастроить, соответственно, по соответствующим лекалам. Еще раз хочу спросить наших слушателей, 65, 10, 99 и 6. А возможно ли, боитесь ли вы ограничения на связь с внешним миром? Того, что у нас появятся выездные визы, того, что нельзя будет иметь банковские счета за рубежом и так далее. Ну, то есть, Николай, получается, что сейчас, как бы мы ни ругались, но вот эти вот частично коррумпированные деньги, они являются мостиком, который все-таки привязывает Россию к мировой экономике. Ну, в общем, да, я бы даже сказал, что это не то, что мостик, это такая, и даже не ручеек, это такая серьезная река. Вот, а мостик, который через нее перекинут, это вот как раз страны типа Кипра и Латвии. Кипра и Латвии, да, да. И очень, действительно, этот поток, сколько бы мы ни ругались, вот, действительно, как говорит Божезинский, все эти дети в западных колледжах, счета на Западе, недвижимость на Западе, в том числе и наших коррумпированных чиновников, каким-то образом удерживают Россию в этой квазилиберальной парадигме. До сих пор это было... Да, я сейчас хочу, Борис, тогда вернемся к вам. Я хотел Романа спросить, Роман у нас на линии. Добрый вечер, Роман, Москва. Добрый вечер. Насчет выезда, связи и прочее, значит, все зависит от того, каким результатом это приведет в Российской империи. Если это приведет к результатам, что тот же Лазорный берег будет, допустим, в том же злополучном Сочи, настоящий Лазорный берег, да, вот, тоже Монте-Карло будет, господи, я не знаю, в каком-нибудь Амурском крае, настоящий Монте-Карло. В Мотищах, да. Ну, а в Мотищах хорошо. Да, да, кстати, в Мотищах, да. Куршевельку, Куршевель в Ачхуй-Мартане или где там, в Дормесе. Да, 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 я совершенно серьезно говорю, да, тогда я ничего страшного в этом не верил. А вы считаете, это возможно вообще чисто инфраструктурно? А вы знаете, судя по тому, по тем суммам, которые вот за 25 лет выкачены из России, здесь, по-моему, можно было покрыть это все бриллиантом, скажем так, слоем шоколада, вот за эти деньги, да, которые выверли туда, на Запад. Вот, это первое. И второе. А почему вы думаете, что ограничение Западной Европы в финансовых возможностях наших новоришей, это воспитательное, так сказать, действие по отношению к ним? Существуют вещи в нормальных государствах, которые просто не продаются. Например, Симонс, силовые машины или Опель, да, просто не продается и все. Нет, ну да, они чисто структурно есть, и не по отношению к русским, а по отношению к итальянцам, скажем. Вот я знаю, что в Швейцарии недвижимость покупать очень сложно, неважно, кто ты русский, и арабский шейх, или итальянский новориш. Да, я не думаю, что какие-нибудь британцы или какие-нибудь немцы, очень наивные люди, и они думают перевоспитать какого-нибудь, скажем так, Чубайса или там еще кого-нибудь, да. Ну, в общем, Роман, вы не видите такой сильной угрозы для себя лично, да, для своего образа жизни в том, что вот такой сценарий может быть реализован, что мы будем ездить в Гудермес вместо Куршевеля. Значит, если в Гудермесе будет настоящий Куршевель, да, настоящий Куршевель, вот, а за те деньги, которые вывезены отсюда, его можно было там сделать 3845 раз, я ничего страшного. Ох, Роман, мне бы ваш оптимизм, мне кажется, ни за какие деньги в Гудермесе Куршевель не сделать. А вот, а с другой стороны, конечно, в той ситуации, которая сейчас, конечно, это будет гроб с музыкой, это понятно. Ну, понятно. Роман, спасибо. Спасибо. 65, 10, 99, 6. Возможно ли ограничение России на связь с внешним миром? То, что отдыхать мы будем не в Ницце и Куршевеле, а в Сочи и Гудермесе. 65, 10, 99, 6. Вы так говорите, Сергей, как будто бы вы все время отдыхаете в Ницце и Куршевеле. Нет, ну, я условный, но люди как бы это используют. Да не знаю, но в конце концов, те же самые курорты Анталии, там, я не знаю, Кипра. Вот это как-то ближе. Это как-то ближе, да. Горные лыжи в Болгарии, в Андорре. Хорошо, неважно. В еврозоне. Потому что, вы знаете, вот, как бы недавно вот я узнал, что очень многие, скажем, а у нас же речь идет фактически о миллионах людей, если брать члены их семей, и сотрудники силовых ведомств, они вообще не получают заграны паспортов и не, вот, скажем, ФСБ, они просто не выезжают на Запад. Для них вполне реальный все, собственно, отдых на Волге, отдых на Северном Кавказе и так далее. То есть есть очень большой и все растущий контингент людей, для которых вот эта вот связь с внешним миром не является насущной. Проблема в том, что вот этот мостик, он до сих пор во многом заставлял российскую политическую элиту играть по правилам. Если вы хотите держать капиталы там, в Европе, в Штатах, если вы хотите, чтобы ваши дети учились там, если вы хотите, так сказать, на старость уезжать куда-то туда, как бы будьте добры действовать по правилам. И вот этот механизм, этот приводной ремень, как бы во многом заставлял, так сказать, соблюдать приличие. Есть некоторые опасения, что если замкнуть экономику по примеру Белоруссии, тогда уже слетают все эти сдержки, можно не оглядываясь. Мне кажется, список Магнитского, который окончательно, хоть и в очень урезанном, таком кастрированном виде, был утвержден 12 апреля, и наш список Антимагнитского, это начало такого очень нехорошего пути, который может в результате оказаться такой лукушинизацией отношений России и Запада. Николай, как вы считаете, вот в этом отношении список Магнитского и наш такой симметричный ответ? — Ну, вы знаете, я думаю, что наш симметричный ответ — это, в общем, некая глупость, которая была непонятно с какой целью, во-первых, сделана. — Ну, как суверенитет свой показать? Сами с усами. — Ну, суверенитет лучше показывать не с помощью списка Магнитского, наверное, с помощью каких-то других действий. — Ну да, согласен. Борис, вот ваше отношение к список Магнитского, вы считаете, это начало какого-то такого тренда, или это просто такой эпизод, отдельный эпизод? — Пока мне кажется, что да, и как раз попытка сказать чиновникам, депутатам, сенаторам, что у вас не должно быть денег за границей, у вас не должно быть недвижимости за границей. Это некоторое поприготовление к такому замыканию, замыканию страны. — Ну да, и, собственно, даже то, что Навальному было как бы, ну, разрешено, не разрешено, ему, так сказать, никто не запретит, но то, что власть отреагировала на вот этот вот пехтинг, да, то, что, так сказать, ну, пускай, так сказать, он получил сейчас новое назначение, но все равно то, что был скандал с пехтином, то, что вот это ряд разоблачений крупных единороссов, которые имеют недвижимость во Флориде и так далее. То есть это все некие сигналы элите к тому, что, грубо говоря, репатриируете капиталы национализации элиты, да? — Получается, что так, да. — И в этом отношении Навальный, несмотря на то, что он считается борцом с режимом, он, собственно, сыграл на руку режим. — Вот я думаю, да, я слышал такое мнение, что ему просто, так сказать, подкинули эту информацию, в том числе системные силы, какие-то, да, там, неизвестные блогеры ему дали информацию по пехте, но на самом деле это была многоходовка, в которой Навальный был использован. — Не отключено, и сам, причем, я думаю, он не до конца это понимал, по крайней мере, начиная эту кампанию. — Ну, тут как бы два аспекта. С одной стороны, нельзя ведь этих блогеров назвать неизвестными. Пехтина отыскал доктора Зетта, это российский математик, который живет в Испании, с ним разговаривали и ведомости, и New Times, и еще какие-то СМИ, но вот эти два, по крайней мере, точно. Он достаточно большое количество своего времени посвящает исследованию кандидатских и докторских диссертаций и поиску недвижимости за границей депутатов Госдумы и сенаторов. Помогают в этом еще достаточно большое количество добровольцев. То есть это, в общем, вполне такая расследовательская журналистика, в общем, вполне себе нормальная. Другое дело, что, конечно же, эти разоблачения оказались очень на руку тем, кто хотел сказать, все, ребята, заводите эти деньги сюда. — Да. 651099,6. Звоните нам и скажите, опасаетесь ли вы некой лукашинизации России, того, что у нас будут введены ограничения на связь с внешним миром? В том числе и после кипрского кризиса, который, в общем-то, так чувствительно ударил по России. Будут ли у нас какие-то ограничения на связь с внешним миром? 651099,6. Ну, собственно говоря, какие у нас перспективы в этом отношении есть? Что мы будем видеть дальнейшее какое-то вот закрытие режима, в том числе и с финансовой точки зрения, с точки зрения сотрудничества с мировыми финансовыми институтами? Или все-таки Путин останется неким гарантом вот этого вот квазилиберального консенсуса, который сложился еще до него, 90-х годов? То есть вот понемножку, если говорить сейчас о том, что мы сейчас первый год третьего срока Путина завершаем, что вот на третьем сроке Путина произойдет тот перелом, окончательное расставание с наследием 90-х годов, где была вот эта вот структура сотрудничества с Западом, плодом чего явилось наше вступление в ВТО. Все-таки большая инфраструктура сотрудничества с западными институтами, там с восьмеркой, с двадцаткой. И мы уже окончательно начинаем отстраивать Великую Кремлевскую стену. Ну, вы знаете, я все-таки думаю, что могу себя назвать оптимистом в этом отношении. Я не считаю, что правление Путина приведет к полной изоляции страны. И трудно представить на самом деле, что через, допустим, два или три года будут выездные визы. Если говорить об экономике, то, опять же, Россия — это прежде всего поставщик энергоресурсов. И трудно представить, что экономика российская будет замкнута на себя. Просто мы столько нефти не сможем потреблять. Ну, с другой стороны, я не знаю, насколько продажи нефти связаны с выездными визами. До конца у нас за гранд-паспорта есть, по-моему, 17% населения, и при этом пользуются ими еще меньше. То есть речь идет где-то о нескольких миллионах человек, которые практически все нас слушают, для которых это актуально. Так что, не знаю, еще год назад я тоже многие вещи, происходящие сегодня, назвал бы совершенно невообразимыми. И то, что, скажем, пять лет назад Сорокин написал в «Дни опричники», это казалось какой-то совершенной такой утопией Хаксли. А сейчас, смотрите, все буквально по сорокинским нотам. Ну что ж, не будем тогда все-таки заканчивать на такой пессимистичной ноте, тем более, что, как нам с утра сказали, не с утра, а в начале передачи был прогноз погоды. Весна грядет, так что будем рассчитывать на лучшее. Благодарим наших гостей. Это экономический обозритель Forbes Борис Грозовский, заместитель главного редактора Forbes Николай Мазурин. Спасибо. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи.